Итак, Павел отправляется дальше. Из 20 главы Деяния Апостолов мы с вами возьмем всего два события. Он прибывает в Троаду, и начиная с 7 стиха 20 главы Деяния Апостолов, эпизод трагикомический, скажем так. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово его до полуночи. В горнице, где мы собрались, опять-таки Лука среди них, было довольно светильников. «Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым». Значит, оно было бы комично, если бы не последнее, и поднят мертвым. К счастью, все хорошо кончилось, как вы понимаете. Но вот это некое утешение тем из нас, у кого на проповеди спят. Понимаете, он не просто в сон, он погрузился в глубокий сон. Там полночь была. А вот когда вам в следующий раз говорят о том, что у вас слишком длинные проповеди, и люди засыпают, вы можете совершенно спокойно сказать, ну, по крайней мере, в живых остаются. И сослаться в качестве библейской аргументации на деяние 20 главу. Правда, будьте осторожны. Ибо если с ними будет то же самое, что с этим молодым человеком, в конце концов, то к вам будут предъявлять те же самые требования, которые в свое время выполнил апостол Павел. А воскресить сможешь. Десятый стих. «Павел, сойдя, пал на него и обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Войдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета. И потом вышел. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что Павел только обнял его, по крайней мере, то, что здесь описывается. Это не было такое картинное воскрешение. «Встань, ходи» и так далее. Поэтому тут даже есть сомнения, не все библиисты относят это именно к воскрешениям. «Между тем, отрока привели живого и немало утешились». Я не буду комментировать подробно по этому поводу. Понятно, для чего об этом рассказывает Лука. Он рассказывает об этом как о проявлении чудесного Божьего действия через Павла, проявлении силы Божьей через Павла. Но, понимаете, чем интересна Библия, чем интересна Священное Писание? На самом деле, многим. Но одна из вот этих черточек, которые делают Писание интересным и живым, ну вот насколько эти люди похожи на нас. Ну, слушайте, две тысячи лет прошло, а проблемы те же самые. Ну, правда, в данном случае проповедь затянул никто другой, как апостол Павел. Он все-таки хорошо проповедовал. Он был мастером проповедником. Сегодня с проповедниками уровня апостола Павла нам вряд ли приходится встречаться. Хотя с затягивающими проповедь мы встречаемся постоянно. Он говорит, и вот в заключении хочу сказать вот еще о чем. А потом еще один раз в заключении. Потом еще один раз. И кажется, у него открывается второе дыхание, третье дыхание, пятое дыхание. Не для съемок, но расскажу эпизод, который некоторые из вас слышали. Когда проповедник проповедовал на свадьбе. Он должен был сказать краткое слово, минут на пять. И вот на сороковой где-то минуте проповедей. Или на тридцать пятой, или на сороковой, когда уже там дыхание четвертой или пятое у него открылось. Он несколько раз говорил, что вот я заканчиваю, и в заключении, и в заключении. На сороковой минуте проповеди он говорит, в заключении давайте прочитаем первое послание Коринфянам, 13 глава. Вы понимаете, что это заключение затянется надолго. И он начинает читать текст и комментировать, так коротко комментировать каждый стих. И говорит, да, и любовь не ищет своего. Знаете, что это значит? Обращаясь к жениху, используя другие имена. Например, будет Саша и Маша. Знаете, что это значит? Саша говорит, когда ты решишь... А прежде чем покупать себе белые тапочки... В смысле, белые туфли, ты сначала купи белые тапочки своей жене. Вот, потому что нужно заботиться, прежде всего, о другом человеке. И когда пастор понял, что сказанул, значит, пожелание на свадьбе купить белые тапочки своей жене, он остановился и сказал, ну, дальше вы текст библейский сами дочитаете, благословит вас Господь. И, собственно, проповедь на этом и закончилась. Вот, то есть, мы чаще всего встречаемся вот с таким. Но здесь очень четко описывается событие, ну, не совсем полной аналогии которого мы видим, но все-таки, которая, по сути, нам с вами хорошо знакома. Павел отправляется дальше и, находясь в Милите, он призывает к себе старейшин Эфесской церкви. И вот об этом мы с вами поговорим подробнее. Смотрите, какая ситуация. Уходя из Эфеса, он поставил старейшин, руководителей, лидеров церкви. Церкви, в которой он служил и трудился три года. Церковь, которая стала одним из центров города, которая стала одним из центров его миссионерской деятельности, миссионерского служения. Города, который ему был очень дорог, города, в котором он много натерпелся, а города, в котором через него обильно работал Господь. И вот старейшины церкви, которые остались одни, когда уехал Павел. Когда им предстоит вести церковь. Я думаю, многим из вас знакома ситуация, когда рядом с вами был ваш духовный наставник, но по какой-то причине вы расстались с духовным наставником, он вынужден уехать, например, пойти дальше. И вот вы остались один на один с этим служением, или просто один на один с христианской жизнью. И как быть? Что делать? Вот наставление, которое дает Павел старейшинам Эфесской церкви. Если бы это не записал Лука, возможно, это нужно было бы записать, как еще одно письмо апостола Павла. Кстати, письмо к Ефесинам он тоже напишет, но сделает уже это позже, из Рима, из заключения. И, кстати, некоторые из предостережений, которые будут здесь изложены, потом опасности вот эти действительно исполнятся. И предостережения оправдаются. Но об этом уже позже, в Откровении Иоанна Богослова, 2 глава. Помните, там есть обращение к ангелу Эфесской церкви. А смотрите, с чего начинает Павел этот разговор, по крайней мере, так, как его записал Лука. «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злому ишлению иудеев». И это похоже отчасти на первое послание фессалоникийцам, где Павел говорит вам, что он работал своими руками. Но, кроме того, здесь еще один элемент. Я работал, я трудился вопреки вот этим испытаниям, вопреки вот этим гонениям. Гонениям, которые теперь выпали и на вашу долю. Иисус говорит, в мире будете иметь скорбь, намужайтесь, я победил мир. И вот это «в мире будете иметь скорбь» кажется совершенно невероятным высказыванием. Представляете, Иисус, который, обращаясь к ученикам, вместо того, чтобы их ободрить, сначала говорит им о том, что их ждет в этом мире. Но потом, правда, конечно, ободряет. Вот, ребята, я страдал, и это страдание будет касаться и вас. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем он вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Эленам покаяния пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Опять-таки, обратите внимание, что он не пропустил ничего полезного. За эти три года он говорил обо всем основном, говорил о самом важном. В качестве применения некоторые церкви выстраивают и до сих пор, и сегодня, некоторые церкви выстраивают цикл проповеди, или так, планируют проповеди и занятия малых групп на три года вперед. Зачем? Чтобы за эти три года так или иначе прозвучал некий набор, в котором есть все самое главное, все самые важные темы для христианского учения и жизни. То есть, действительно, как говорит апостол Павел, чтобы ничего не пропустить. Потому что, если этого не сделать, то бывают ситуации, когда в церкви наблюдается перекос. Такие простые перекосы. Слишком много говорится о законе, но ничего о благодати. Или слишком много о благодати, но ничего об ответственности. Слишком много о христианской жизни, о внутренней христианской жизни, ничего о благовестии. Или наоборот, мы идем только в мир, а как самим христианской жизнью жить, совершенно непонятно. Вот эта сбалансированность, не упустить ничего. Сбалансированность очень-очень важна для церкви. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим. Не знаю, что там встретиться со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Проповедовать Евангелие о благодати Божией. Опять, это то, о чем мы уже говорили, я не буду здесь повторяться. Это мы видим цель в жизни. Вот, когда мы знаем, зачем все это. Вот тогда внешние обстоятельства гораздо спокойнее переносятся. Когда знаешь, куда идешь, то, что по сторонам от дороги, или то, что даже иногда поперек дороги оказывается, гораздо проще преодолеть. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствует вам нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Опять-таки, всю, полностью, всю в ее полноте. И дальше наставление. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, постит Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Положение пасторов, положение пресвитеров — это блюстители, хранители стада, которое этим блюстителям не принадлежит. Оно Божие. Никто из нас не может сказать, что это моя Церковь. По большому счету мы даже не можем сказать, что это моя община. Потому что в любом случае, это Церковь Божия, это община Божия, мы в эту Церковь поставлены на какое-то время, долгое, недолгое, это уж кому как. Но поставлены с определенной целью, чтобы этот стадо блюсти и хранить. Соответственно, нужно сначала относиться внимательно к самому себе, и далее, соответственно, и к стаду, которое Бог нам даровал. Почему нужно внимать в себе? Две опасности. Опасность внешняя и опасность внутренняя. Две опасности для Церкви. «Ибо я знаю, что по отшествиям моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». Это внешняя опасность. Волки в овечьей шкуре. Один пожилой проповедник, очень мудрый проповедник, говорил, «Знаете, как можно отличить овцу от волка в овечьей шкуре?» «Если овцу толкнуть, она просто отойдет. А если волка в овечьей шкуре толкнуть, то он будет огрызаться. Это в некотором плане упрощение. Может быть, кому-то пригодится эта иллюстрация и для собственных ваших проповедей, да и для жизни. Вот будет внешняя опасность. И опасность, обратите, пожалуйста, внимание, о которой он говорит здесь, это даже не опасность преследования со стороны иудеев или язычников. Это не опасность преследования со стороны властей. Это опасность от тех, кто войдет извне. А лютые волки, нещадящие стадо. Те, кто пришли в церковь, как бы стали частью этой церкви. Но они пришли извне и оказались внутри. И их забота – это собственный желудок, объедание стада. Это внешняя опасность, от которой церковь нужно хранить. И вторая опасность, пожалуй, еще сложнее, еще неуловимее. Это опасность внутренняя. 30 стих. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Две вещи. Они будут увлекать за собою. Они даже не будут убеждать. Они просто постараются завлечь. Они постараются завести, увести. Но не за Христом, а за самим собой. То есть это будут люди, претендующие на лидерство, извращающие при этом Евангелие, и себя ставящие на место Иисуса Христа. Им тяжело будет в стаде. Потому что стадо Божие. Но поведут они за собой. Вот ведь большинство культов, сект, те же самые свидетели Иеговы, например, в какой-то степени даже мормоны, возникли внутри церкви. То есть это люди, но свидетели Иеговы вообще классический вариант, когда внутри самой нормальной обычной церкви начинается библейский кружок, библейская группа. И у этой библейской группы свое особое видение, это видение лидера, видение руководителя, которое потом постепенно перерождается в это движение свидетелей Иеговы. У мормонов не совсем так, не совсем так просто. Но все же начало культов, начало самых опасных культов, чаще всего идет из церкви. Есть несколько таких, скажем так, черточек, несколько характеристик церкви, обычной нормальной поместной церкви, которая имеет опасность стать культом, такие культовые черточки церкви, сектантские черточки церкви. Вот одна из них заключается вот в чем. У церкви серьезная опасность переродиться в культ или в секту, если авторитет руководителей становится выше авторитета священного писания. Если пастору достаточно сказать, сказать так, я так сказал, значит это правда. И библейское обоснование от него никто не решается требовать. А даже те, кто решаются требовать, получают ответ, типа, ну что вы что пастору не доверяете, что ли? Понимаете, вот это опасные вещи. Это как раз внутренняя ситуация, которая ведет церковь, может привести церковь в сторону культа. Не всегда приводит, но может. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как этому противостоять. Посему бодрствуйте. Памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Не каких-то конкретных, отдельных людей, отдельной и конкретной личности, но каждого из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более, и дать вам наследие со всеми освященными. А то, что мы уже сами читали, он предает церковь в руки Божьей. И он понимает, как, собственно говоря, и каждый из нас. Да, мы учим, мы назидаем, но слово Божьей благодати может назидать гораздо больше. Я помню себя, когда еще был молодым христианином, таким, все равно, юным христианином. В моей жизни были некоторые учителя, с которыми просто хотелось проводить время, с ними хотелось разговаривать, с ними хотелось молиться. Я стеснялся к ним подходить иногда, потому что думаю, что это человек такой занятой и так далее. Потом все-таки перебарывал это стеснение, подходил, мы общались, и было здорово. Вот тогда, и потом наступал момент, когда этот учитель уезжал. Я думаю, ну как жалко. А сколько еще не поговорили, а сколько еще не обсудили. Вот у Павла примерно похожая ситуация. Но он говорит, ребят, я уеду, я уезжаю, я вас больше не увижу. Но слово Божьей благодати может научить вас гораздо большему. Кстати говоря, примерно так же Иисус, уходя, оставил Святого Духа, для того, чтобы ученики не были сиротами. Для того, чтобы ученики научились неизмеримо большему. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисеи. Он сам о себе заботился. Хотя, когда мы будем с вами читать его послание, в частности, послание к филиппийцам, мы будем узнавать, что, в частности, находясь в Фессалонике, где он не мог работать по специальности, он получал поддержку от филиппийской церкви. Это филиппийцам четвертая глава. Мы к этому с вами подойдем. Но здесь, в Фессе, он три года жил, он здесь трудился, и он перед этим, он об этом ему напоминает. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать». Сказав это, Павел преклонил колени свои и со всеми ими молился. И вот, как вы думаете, старейшины пресвитеры этой церкви, это были мужчины или женщины? Все-таки женщины. Все-таки мужчины, да. Все-таки мужчины, а не женщины. Женского священства, по крайней мере, в Священном Писании, может быть, с ними были и жены их, неизвестно, но, скорее всего, это, конечно, мужчины были. Но вот 37 стих. «Тогда немалый плач был у всех, и падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Говорят, что мужчины не плачут. Если бы, да, если бы, на самом деле, особенно к мужчинам, обращаюсь, если вы плачете, если мы с вами плачем, ничего страшного, гораздо страшнее, если мы хныкать начинаем. Вот, да, плакать не страшно, особенно, когда того заслуживают. Здесь мы видим, что он действительно того заслуживал. Вот хныканье, хлюпанье, это не наше. Особенно те из нас, кто действительно в служении. И когда мы видим то, что происходит вокруг, а порой, когда мы видим, что происходит в нас самих. Слушайте, иногда хочется плакать. Особенно жены служителей знают, как порою служители либо плачут, либо всеми силами сдерживаются, чтобы не расплакаться. Жены знают, но они никогда об этом не расскажут, дабы мужей своих не подводить. И правильно сделают. Вот замечательная совершенно беседа апостола Павла. Мы подошли к концу с вами его третьего уже миссионерского похода. Постепенно двигается к Иерусалиму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok